Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии временно исполняющий обязанности начальника горвоенкомата подполковник запаса Глухов Игорь Владимирович. – Здравствуйте. – Игорь Владимирович, добрый вечер. И я хотел бы начать наш разговор вот с чего. Мы очень много провели здесь встреч с предыдущим начальником военкомата Бондарчуком Александром Николаевичем. И мне, конечно, очень интересен ваш взгляд на воинскую службу, на призыв, на все, что связано сегодня с ней. Ну, так сказать, свежий взгляд нового человека. Что бы вы могли об этом нам сказать? – Хорошо. Ну, во-первых, я хочу сказать, что армия сегодняшнего дня – это совершенно новая армия. То есть уже в течение четырех лет идет преобразование. И касается она не только перевооружения армии, но и касается, это самое главное, которое, я думаю, что касается наших ангарчан – это социальное обеспечение военнослужащих и по призыву, и по контракту в том числе. Вот хотелось бы вот на этом моменте остановиться более подробно и рассказать все плюсы, почему сейчас стоит идти молодым людям в армию, почему это перспективно и почему это интересно. – Да, пожалуйста. – Ну, первое, я хочу сказать, что молодой человек, который уходит в армию, становится на полном государственном обеспечении и сплужит в течение 12 месяцев, согласно указу президента. То есть на сборном пункте Иркутской области ему будет выдана военная форма, ему будет выдана банковская карта, и он будет получать денежное удовольствие в части на эту карту, ему будет выдана сим-карта к сотовому телефону. То есть при отправке в ангарском военкомате даются две сим-карты, одна его родителям, одна ему, для того, чтобы произошло общение между этими. В армии сейчас разрешено звонить по телефону, с родителями общаться, разрешено и есть увольнение в субботу-воскресенье, то есть выходной в армии, где военнослужащий, если он, соответственно, правильно исполняет обязанности военной службы, он может идти в увольнение в город и в населенный пункт, даже в гражданской форме одежды, в гражданском платье. Следующее еще, что касается вот такого нового у нас сейчас, это с 1 декабря 2013 года в армии введено шведский стол. То есть помимо того, что военнослужащие получают питание, кашу, как мы признаем, всегда рыбу, масло и так далее, то есть еще у него набор салата, будем так мы говорить, где он может по выбору брать и соленье, и варенье всякие разные. Пять видов у него на сегодняшний день напитков он может выбирать. То есть все это уже в армию ввели. Следующий этап, который планируется в армии, значит, переход на то, чтобы не в казармах жили военнослужащие, а в общежитиях, типа общежитий. Уже в некоторых частях это введено, то есть это уже работает. Министр обороны на это тоже обращает внимание, все-таки, что социальная сфера, это очень важно. В армии сейчас военнослужащие не работают по кухне, то есть есть аутсортинговые организации, которые все это делают. То есть сейчас... Картошка уже не чистая. Картошка уже не чистая. Вдаря не идут на кухню. То есть молодой человек занимается непосредственно боевой подготовкой. Соответственно, получив боевой опыт, он после 10 месяцев службы имеет право заключить контракт. А вот это уже другой вопрос, потому что здесь уже начинаются деньги, где молодому человеку уже платят их. Причем военнослужащие по контракту сейчас получают достаточно высокое жалование. То есть начиная рядовой контрактной службы первого месяца, получают от 25 тысяч и выше. В зависимости от его должности, в зависимости от звания. То есть это все равно альтернатива. И плюс в армии сейчас есть такая, как военная ипотека. То есть на второй контракт, при заключении второго контракта, рядовой контрактной службы имеет право получать от Министерства обороны кредит и возможность взять недвижимость, жилье в любой точке России. То есть это тоже положительный момент. Следующее я хотел бы показать, что помимо вот этих плюсов, с 1 января 2014 года вводятся и ограничения. То есть те люди, которые у нас не служили в рядах вооруженных сил по каким-то причинам, да, то есть они будут с 1 января, им делается будет запись в военном билете, то есть не имея на то законных оснований. Эта запись будет очень сильно ограничивать молодого человека при устройстве на работу в муниципальные органы, на работе в государственные органы. И, ну, будем так сказать, принято негласное решение, что и большие городообразующие предприятия тоже с этой записью брать не будут молодых людей. Ну, раньше существовало ограничение только при доступе или приеме в органы внутренних дел, да, если не служил в армии, тяжело было туда устроиться. А сейчас список этот заметно расширеет. Да, вся муниципальная служба, госслужба, то есть это, ну, довольно-таки серьезное решение было. Конечно, конечно. Вот, что-то, ну, такое большое изменение в армии вот сейчас, на сегодняшний день. Ну, понятно. Видимо, я, честно говоря, вот так слушаю вас и ловлю себя на мысли, хочется даже пойти послужить, имея вот такие вот сегодня интересные изменения, положительные, конечно, изменения. Вообще, с приходом Шойгу армия встрепенулась? Интереснее стало работать, служить? Да, конечно. То есть, и боевая подготовка действительно сейчас проводит ряд учений. То есть, вы, наверное, видите учения там Запад, Восток, да, то есть совместные учения с Китаем, совместные учения там с странами и даже НАТО. То есть, реально, где люди могут, ну, получить боевые навыки? Я в сентябре был в Калининградской области и воочию наблюдал учения Запад-2013, когда Путин и президент Белоруссии участвовали, смотрели эти учения. Меня, конечно, поразила там мощь армии, флота, авиации, которые участвовали в этих учениях. Все это было видно, все это на территории, вот, побережье проходило Балтийского моря. И мне, ну, вот, посчастливилось понаблюдать все это дело. Конечно, очень гордость берет за ту армию, которую мы сегодня имеем. Конечно, видимо, что-то новое, что-то более интересное сегодня, безусловно, есть. Но вместе с тем, есть сегодня или нет рекламации, или какие-то, ну, что ли, возражения против службы родителей, комитета солдатских матерей? Есть ли жалобы солдат, которые уходят от нас служить на воинское начальство, на условия службы и так далее? Я имею в виду вот те моменты, которые еще каких-то 5-10 лет назад валом катились с армией. Ну, такого массового потока, конечно, не стало. Есть определенные там, ну, воинские части, где есть жалобы военнослужащих на несвоевременную выплату зарплаты. Ну, это было такое. Ну, мы делаем это очень просто. То есть, у нас есть служба, которая занимается этим делом, это военная прокуратура. То есть, мы помогаем и объясняем родителям, куда можно обратиться, где можно, так сказать, заявить и найти правду. То есть, этот вопрос мгновенно будет решен. То есть, если где-то есть какие-то задержки по заработной плате или, ну, по денежному удовольствию или еще что-то такое, то есть, это решается.